Я всегда был за то, чтобы судьям платили очень высокую зарплату. У нас где-то 400 с небольшим судей. Я считаю, что они должны получать где-то 5000 долларов в месяц или евро. Судьи там в зависимости, кто помоложе, поменьше, кто постарше, побольше. Им должны быть созданы очень хорошие условия, так называемые социальные пакеты. Допустим, на покупку жилья кредит государство дает беспроцентный. Еще какие-то льготы. Пенсия должна быть очень высокая. Но с одним условием. Нарушил закон в тюрьму. То есть у судей не должно быть никаких привилегий, никаких иммунитетов. Права человека не должны на них распространяться в их профессиональной деятельности. Потому что у нас Молдова это такая страна непуганных судей, непуганных прокуроров, непуганных полицейских. Которые знают, что они могут делать, что хотят, им за это ничего не будет. Если взять соседнюю страну Румынии, знакомые бизнесмены, они говорят, что в Румынии практически невозможно дать судье взятку. Даже если ты захочешь, у тебя судья не возьмет взятку. Потому что они их напугали. Посадили судей, посадили прокуроров, посадили политиков. Они просто боятся. Создали им хорошие материальные условия, социальные условия. И человек знает, что пусть я буду получать 3000 евро в месяц, 5000, у меня будет дом, у меня будет машина, я смогу поехать в отпуск, у меня будет хорошая пенсия. Но если меня поймают, меня ждет тюрьма. И многие, я думаю, выберут все-таки честный путь. Говорят, что да, вот сколько судье не давай, там хоть 100 тысяч долларов, он все равно еще возьмет взятку на 500 тысяч долларов. Но это пока не сядет в тюрьму. Вот одного посадят, второго, третьего, и другие задумаются. Вот это была бы часть реформы. Тогда бы не важно было, какой генеральный прокурор, а опять же возвращаемся. Они думают, что вся система будет гнилая, как раньше, а придет какой-то фэтформос прокурор, и всех там, значит, как дракона победит всю эту систему.